Всех приветствую на канале Дорогий Михаил Ильшин. Приглашаю прокатиться вместе со мной по улицам города Саратова 1 августа 2023 года от поселка Солнечного до моста Саратовского. Далее будет сюжет по мосту до Энгельса и обратно ракурс. Такая там обстановка на мосту и потом от кольца строительного рынка в Саратове до Топольчанской. То есть вот так прокатимся, покажу. В связи с тем, что с 1 сентября якобы, говорят, постановление, новый пункт правила, на лобовом стекле ничего нельзя уже вешать, кроме зеркал заднего вида. Или вот кто-то другой сказал, что в таких-то каких-то зонах можно вешать какие-то устройства. Сейчас проезжаем камеру, имеете в виду. Вот проехали. Буду всегда вам говорить. Вот. И решил переставить видеорегистратор на панельную доску. На панель. И вот что из этого как бы. Ракурс вроде неплохой, но вот из-за того, что панель трясется, все-таки на лобовом стекле как-то вот. Значит, надо выше поднимать, чтобы не видно было этого капота. А то капот вот этой тряской как-то маленько, наверное, выбивает зрение. Это, вернее, вид. Здесь тоже камеры не забываем. За билбордом вот она. 40. Там было 60, здесь 40. Дальше сейчас заедем на плодородные. Тоже камера в спину. Имейте это в виду. Да, и покажу еще нашел у себя. Сюжет снимал. Такой небольшой прогулка по набережной 9 июля. Забыл вам показать. Прогулялись. Просто вам напомню, какой это был день. Кто уже забыл, потому что 1 августа уже прошло. Вот камера. Ну, наверное, все-таки в спину за превышение скорости здесь вносятся люди. Я понимаю, что по правилам можно ездить в городе в любой полосе, в которой вам надо. Ну, то есть вот две полосы. Вот едет он с левой стороны. Сейчас мы обогнали кроссовер. Ну, и вот как меня учили в 90-х годах. Едешь медленно, прижимайся правее. Не мешай другим. Сейчас я смотрю, и это правило, так сказать, не действует. Едут люди разговаривают по телефону. Где как хотят, так и едут. То есть вот у вожухи водительской уже давно не стало. Здесь вот отремонтировали танкистов. Перекресток этот сделан. Хотя все равно где-то проехало. Вот видно колодец. Почему-то все в одних и тех же местах проваливается. Сейчас вам показываю, вот говорю перед этим. Сейчас с левой стороны смотрите, как уже убирать заборы. Вот после мойки забора нет. Это здесь была взлетно-посадочная полоса. Вот уже убирает. Просто кто-то мне там написал, что ничего за 23 года в Саратове не меняется. Ну, как смотреть в глаз, когда замыливается, зашоривается. Вот потихонечку все равно все, что-то убирается, что-то делается. Иногда в хорошую сторону. А иногда сейчас проедем по планерной. В прошлом году только сделали хороший тротуар. Ну, почему у нас в Саратове, я не знаю, где еще так, ну, где-то еще, говорят, в Москве каждый год плитки меняют. Но у нас здесь сделают тротуар. Там почему-то обязательно следующий год должны пройти электрики и доложить свой электрический кабель новый. Или отремонтировать. Я вот этого не понимаю. Потом они это закладывают, это проседает, и тротуар получается не целый. Тогда легче может быть действительно плитку класть, но плитка-то тоже проваливается. После ремонта есть ремонт. Вот сейчас это поворачиваем направо, это увидите. Это просто мое, так сказать, возмущение непонятное. Вот, начинается, да? Вот. Сами наблюдаете. Вот здесь уже мостки лежат. Был хороший, широкий тротуар. Из лепши тащат откуда-то там, из магазина. Ну, как говорят, когда появились деньги, так начали мотивировать. Ну, тогда заставлять их надо полностью тротуар менять. Они вот этот кусочек, который потом провалится 100%, потому что у нас это уже тенденция такая. И на дорогах, как только полностью полотно лежит, это нормально. Долго. Где делают где-то что-то ремонт, все. Ну, вот, с левой стороны тоже забор, мне кажется, когда-то будут убирать. Так что у нас все это меняется. Здесь тоже вот. То был забор, то убрали забор. Теперь опять что-то там строят, забор появился. Вот забор вот такие меня чуть-чуть возмущает. Как бы дышать трудно. Вот здесь вот не разгоняйте. Смотрите, как сейчас вот проехал передо мной. Вот человек подошел уже. Пешеходный переход. Здесь периодически из магазина, ну, переходят. И следующий будет тоже пешеходный переход, где остановка. Будьте внимательны. Дети, особенно в школу. И здесь люди старенькие, больные, маленькие ходят. Самые такие места. Ну, вот сейчас еще один будет пешеходный переход. Но здесь почему-то я мало видел, что люди переходят. Но переходят. И вот еще вот проехали, да, увидели, что стоит газель. Но говорили, что в карманах якобы уже на островках вернее. И ставить машину уже запрещено. Нет, поставят. И видимости никакой за ними выезжать. Ну, вот у нас в Сарации вот этот момент мне всегда нравится. С той стороны улицы Жуковского, с этой стороны улица Высокая. Так, в середине сквер. И потом переходит сразу в улице Аэропорт. Вот когда знаешь город, когда ездишь, живешь тут, ты знаешь, где эти переходы. Примерно, ну. А вот в чужих городах тоже едешь, едешь. Вот в Волгограде мне подряд. Тогда едешь вроде бы прямой, бац, уже другая улица. Едешь дальше, бац, уже третья улица. Вот в очередной раз улица Аэропорт. Столько раз уже показываю. Несколько раз уже говорю о том, что наша смотровая площадка сейчас будет открываться с правой стороны, прямо в кафе Панорама. Ее отремонтировали. Да, вид, конечно, здесь совсем другой. Ночного города. Кто приезжает смотреть, то есть есть локация. Это опять в очередной раз защита города Саратова. Кто говорит, кроме этой площадки ничего не изменилось. Ну, смотрите, смотрите, дороги стали. Другие. Тротуары. Чистота. Особенно писали, что 23 года назад ничего не изменилось. Но 23 года назад, мне кажется, не было и с правой стороны магазина, с левой стороны не было магазина, и церкви, это храм, не было армянского. Да многое, что менять. Да, направления остаются те же. Куда от них деваться? Направление улиц, дорог. В общем-то, если присмотреться, вот с левой стороны был этот, а вот с левой стороны был вот даже значок Mercedes, теперь там сейчас продают китайские машины. Прямо, был уже таксопарк. Да много что, затладно, я 30, сколько уже, да, 30 лет в Саратове живу, да много что меняется. Да даже заборчики вот эти стоят. Это я все в защиту в Саратова. Кто хочет, тот увидит. Кто хочет, тот услышит. Рынок с левой стороны был какой? Авторынок, помните? Вон, пустое место. Машины там сейчас какие-то стоят. Жизнь идет своим чередом, и хотим, и не хотим, меняемся мы. Кто-то взрослеет, кто-то стареет, кто-то хорошее. Ну, все как обычно. Здесь не забываем, мы с правой стороны знак есть, уступаем дорогу. И вот здесь вот тоже уступайте. Но не только пешеходно, а уступайте. Главная дорога написано, сколько раз вижу аварии, вот поворачивают маршрутки автобуса. Ну, кто-то хочет проскочить перед автобусом, или перед маршруткой. И все. И заторы. Здесь не забываем, впереди будет камера ограничения скорости 60 с правой стороны. И здесь где-то как раз Кировский переходит в Волжский район. Если верить картам. Вот камеры проехали. И въезжаем в Волжский район. Сейчас спустимся по Большой Сеченской, Большой Затонской до моста. И в третий будет сюжет. Вот от кольца вот этого строительного рынка доедем до Топольчанска через Старфол. Уже показано неоднократно. Еще раз. Как это все. Было 1 августа. И как всегда, говорю, в Ютубе, Рутубе, в Одноклассниках ВКонтакте, Дзен и Яндексе выкладываю данный сюжет. Смотрите, подписывайтесь, пишите, читаю, отвечаю. Все как обычно, где кому как удобно. свою мантру я как обычно пропел, а вы и сами выбирайте. Приходит СМС, пишут люди, читаю. СМС. Ну, здесь у нас строительный рынок. Да, никак не отделаюсь. Я же вот с вами общаюсь, разговариваю тоже потихонечку. Учусь разговаривать без мата, без всего, но я и так не матекался никогда, старался. Все равно вот дисциплинирует. Каким я начинал три года назад, просто обо всем каналу или как там назывался, совсем по-другому я говорил. И сейчас вот уже для чего вот это все увлечение, каждое увлечение заставляет человек развиваться. Хотим мы этого не хотим, ну, вот опять, ну, появляется у меня это слово паразит. Я к тому, что даже ездил вот раньше по Саратову тоже немало, но да, не знал я, вот, где какие улицы. Центральные, да, а вот такие вот, Большая, Сеченская, еще какие-то там, Пристанское, Шоссе, кусочек был. Развиваемыйся. Правда, вот, потихонечку развиваюсь, не так, как бы хотелось бы побыстрее. И все вот, себя вот, всегда контролирую, стараюсь слова подбирать. Вот почему я, когда озвучиваю за рулем, у меня там иногда срываются словечки, когда кто-то где-то тормозит или кто-то где-то не так ездит. Я вот потом озвучиваю дома. Мне сказали, пиши сценарии, там, пиши слова, и потом вот эти слова паразиты будут уходить и потихонечку пробовал сценарий писать, как вот эти изложения, ну, как в школе. Я потом читаю просто. Не получается у меня, как у журналистов, читать и высказывать. У меня получается вот импровизация только как у Акынов, что вижу, то и говорю. Так-то так. так что увлекаюсь и вам показываю. Сам езжу и вам еще показываю. Какие дороги, кому как интересно. Кто смотрел, Лох, Новый Бурас, трассы. Все же меняется, все кому-то интересно. Здесь вот такой у нас перекрестчик Т-образный. Прижимайтесь правее всегда. Проехали по нашему мини-серпантин. Я называю так всегда. Узковатые улицы здесь. И вот наш зеленый остров сверху. С этой стороны показывал вам с парка победы. Зеленый остров смотрится отлично. Потрясающе. выезжаем на Большую Затонскую улицу. Сейчас увидите сколько людей. Лето идет, лето продолжается. Люди купаются, хотя здесь в Затоне купаться запрещено, только загорать. Как быть, ну как, вот слово ну никак я без него не могу, как можно быть у воды и не зайти в нее. Пару раз я здесь тоже купался, мне что-то не очень. И лодки ездят, вот да, машины зато ездят парковать. На новом пляже тоже можно где припарковать. Сейчас в конце пляжа увидите, о чем я недавно говорил, начинается реконструкция набережной, то есть закрыли уже какой-то участок на пляже забором, и там начинается строительство пирса или еще чего-то. Вот сейчас увидите, с левой стороны будет синий забор. Я о том все, что ничего не меняется, меняется, мы просто не замечаем. с левой стороны началось строительство. А тут кто-то подъехал, такие важные персоны, не знаю кто, и из-за этого были заторы. Сами наблюдайте, стояли ДПС, стояли машины. Тут у нас где-то камера должна дальше быть, тоже имейте ввиду, буду напоминать периодически, чтобы не забывали. где-то была, то ли проехали, то ли сейчас будет. На этом участке имейте это ввиду. Сейчас будет несколько лежачих полицейских, несколько, просто сказать, пару лежачих полицейских, наверное, как-то не учат несколько. Здесь у нас такая есть особенность, объезжаем, чтобы не прыгать. И вот с левой стороны наблюдайте, какие у нас разрушения есть. Вот это должно все потом убраться и набережная будет. А за сколько там еще прибавить с набережной я уж не помню. Так она 6 чем-то километра от моста и до заводского района и сюда еще и сделать километр 2. 8. Если туда обратно 16 километров прогуляться по набережной в будущем, это классно. А на этом заканчиваю сюжет. до моста доедем. Следующий сюжет сказал по мосту и обратно. Благодарю всех за просмотр. Берегите себя. И до новых встреч в новых сюжетах. Всем пока-пока. Субтитры